Всем привет и добро пожаловать на очередной крупномасштабный матч нынешнего сезона МЛБТ первой лиги, 13-й тур Екатеринбург-Арена И сегодня здесь сыграют команды, которые идут в тройке лидеров нынешнего сезона Урал принимает московская торпеда Разница всего в один балл между этими командами Торпедовцы идут на второй позиции, у них 22 очка после 12 встреч У Урала 21 набранный балл, но в каком же разном настроении команда подходит к этому матчу Да, обе команды не выиграли в минувшем туре, но при этом торпедовцы скорее с позитивом завершали матч против Сочи Отыгрались в Екатеринбург-Арена и поехали Звучит свисток, Ранель Зияков начинает этот матч сразу Алексей Мамин играет вперед, свои возможности играл в хладнокровную Самое главное для защитника передача Момент, удар, опасно, и вот теперь уже Виталий Ботнер вступает в игру Даниэль Мишкич пробил, пока самый бьющий футболист в этой встрече Ботнер мяч достает из ближнего Подача по уходящей, и Ботнер дотягивается до мяча Удар, еще один момент перекладина Гогличидзе, а тут уже и Ботнер не помог Подача, момент и гол, и забивает Урал, но все к этому и шло 15 минут позади и забивает, забивает Мартин Секулич Еще один мяч, недавно перешедшего в Урал форварда И это абсолютно справедливое развитие стартового отрезка матча Потому что Урал забрал себе инициативу, ее не отдает Урал все активнее, все динамичнее действовал в чужой штрафной В начале десятых здесь с мячом Игорь Горбунов Горбунов бьет в ближний, опасно Справляется Мамин, неприятный удар для голкипера Урала Диагональ налево безадресная, но при этом подбор останется за Уралом Сразу момент, и Секулич, а вот теперь не забивает Тогда, когда забивать нужно Исполняет с разных ракурсов, с разных повторов И здесь момент для торпеда, удар в ближний, опасно Алексей Мамин Алексей Мамин дотягивается Торпедовцы организуют финальный штурм Почти всем составом торпедовцы в штрафной Мамина Подача хорошая, мяч закручивается Удар, вынос И все Так, подождите, или пенальти? Пенальти, пенальти, пенальти Пенальти ставит арбитр, это пенальти Утопает свисток В шуме трибун И только по жесту можно было определить, что Ранель Зияков ставит на точку Ничего себе! Сильвия Бегич получает желтую Ничего себе развязка, какая в матче Урал-Торпеда В целом это противостояние подавалось как момент истины для Урала Но сейчас локально в завершении этого матча важнейший эпизод Итак, удары голы, забивает торпеда Забивает! Равиль Нитфуллин Звучит финальный свисток И Олег Кононов по-прежнему не проигрывает с черно-белыми 1-1 Равиль Нитфуллин, сегодняшний капитан Торпеда отличается с точки Причем Алексей Мамин прыгнул туда, куда нужно В правую сторону Но настолько точно пробил 52-й номер Торпеда Что невозможно было до этого мяча дотянуться Вот такая развязка у этого тяжелейшего матча для обеих команд Тяжелейший второй тайм для Урала В котором на последней секунде Все-таки уральцы получают пенальти в свои ворота И это большой вопрос Что там происходило в штрафной? Да, мяч все-таки попадает в руку Лео Гагличидзе Но это настолько пограниченно, что исключительно на усмотрение арбитра А арбитр здесь усмотрел пенальти